Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Так и будет теперь, да? Завидую тем, кто уже успел купить билеты куда-то на юга. Есть у меня такие знакомые, которые с нетерпением ждут этого момента. Ты знаешь, насколько я понимаю, на югах тоже как-то не очень нынче. Тоже не очень? Да, но те люди, которые вернулись, они пока недовольны. А уже успели вернуться? Да, конечно, что там долго-то делать? Ясно, но вот все-таки повторюсь, что завидую тем, кто уже собрался и покоит чемоданы. Ну, разве что на какие-то радикальные юга за границей нашей Родины, может быть, там хорошо. Давайте пройдемся по программе сегодняшней передачи. И, как обычно, у нас будет культпоход, конечно же, после 12.05. У нас в прошлую пятницу был культпоход музыкальный. И сегодня тоже будет музыкальный. К нам придет Виктория Масленникова, прекрасная совершенно певица. Жду не дождусь, когда наступит этот час. Причем она придет, говорит, с баянистом. Ну, а почему нет? Подробности пока еще не знаем. Хорошую певицу и баян не испортят, я думаю, так. Певица и баян, да. Ну, а что? Да, будут у нас призы, естественно, и книги, и билеты, и пригласительные. Ваша задача — отвечать правильно на наши вопросы. Когда дозвоните по телефону 211-101, и мы с удовольствием вам все это вручим. Ну, а пока культпоход не начался, а у нас такая серьезная очень тема. На самом деле мы хотели поговорить об этом давненько уже, но вот как-то все не получалось, но сегодня возможность представилась. А конкретный информационный повод был в конце апреля. В конце апреля наше законодательное собрание на пленарном свидании сразу в двух чтениях причем был принят. Закон о развитии российского казачества на территории Кировской области. Законный проект устанавливает полномочия региональных органов государственной власти в сфере развития российского казачества. У нас в регионе регулируют отдельные отношения, связанные с несением российским казачеством государственной или иной службы, определяют направление и формы, поддержки казачьих сообществ, и так далее, и тому подобное. Мы сегодня пригласили казаков в нашу студию. Владислав Коротков, атаман, станица имени генерала Бакланова. Добрый день, Владислав. Генерал Бакланов, это тот самый Яков Петрович Бакланов, герой Кавказской войны. Так точно, он и есть. Известная очень личность. И компанию Владиславу составляет товарищ атамана Денис Шамрай. Денис, добрый день. Денис, добрый день. Хочу сказать о том, что у нас опрос есть, да, по традиции, на сайте. Да, у нас опрос, как всегда, очень простой. Да, вот, на знание темы. К казакам в Кировской области я отношусь. Двоеточие. И четыре варианта ответа. Положительно, отрицательно, нейтрально. Ну и четвертый вариант. А у нас что, есть казаки? На нашем сайте kirov.ru лидирует вариант ответа положительно. 44%. Вот так вот. Ну а пользователи наших контакта, они, видимо, немножко потроллить, решили казаков. А что у нас есть казаки, лидирует вариант ответа. Нет, ну вспомнить, если тоже заседание ЗАГС собрания, ведь Сергей Мамаев, наш депутат коммунист, он же сказал, у нас на территории нет казаков. Но мы этот закон принимаем. Он даже возмущался по этому поводу. Вот. Как вы к этой реплике относитесь? Есть у нас казаки? Нет, у нас казаки есть и будут есть. И будут есть, да? Да, я так бы сказал. Потому что у нас очень много здесь в городе, и не только в городе, но и в области. У нас есть общественная организация и есть одна рестровая структура. Такая? Рестровая. Официально закреплена. Да, которая, как мы называем, ходит под царем. То есть это под президентом. Они, значит, занимаются по этому, который вы сейчас прочитали, да? Реестр должен заниматься охранной деятельностью. Должен или может заниматься? Может заниматься и должен заниматься. Охранной деятельностью, общественной парадой, общественной контролированием. Что сейчас идет, да, ДНД. Раньше, когда мы начинали в Кирове казачество, мы занимались этим делом, но мы занимались на общественных условиях. То есть безвозмездно. Нас органы привлекали, мы находились, мы дежурили. В порядке каких-то общих договоренностей? Да, да, да. Давайте мы с вами. Все правильно. Я помню, что мы в день города участвовали. Это было давно еще, начало 2006 года. Возьмем вот это время. Цирка охраняли. Было такое время. Сейчас появились реестровые казаки, которые должны этим заниматься. То есть они должны получать за это финансовую поддержку. То есть предусмотрена как бы федеральная финансовая организация. Месячная зарплата получается у них. А вот городское казачье общество, это мы о них говорим? Да, мы о них и говорим, да. Которое возглавляет Николая Ивановича Кулико. Николай Ивановича Кулико как раз инициатор этого закона. Да, он сейчас в ЗАГС собраний. Сейчас вместо него Рябенко. У него был товарищ атамана. Он был начальником штаба, по-моему, у него, да? Да, да. Да, и вот сейчас он вместо него должен заниматься. Они, я скажу сразу, что они при лице имени Грина открыли казачий класс. Который занимается... Там как бы кадетский казачий класс. Кадетский казачий класс. Но он занимает, направление у него не, скажем так, не то, что мы говорили в данный момент, что охрана там влияет. Это чисто они идут по МЧС. По структуре МЧС. У них соглашение, договор, видимо, с нашими. Но я скажу, если взять прошлое, прошлое про казаков. Ну, даже вот я разговаривал с нашим генералом, с Воробьевым. Он сразу сказал, что где бы видели, чтобы казаки, казаки были пожарных. Это чисто военные люди. Как-то коробит, в общем, да? Несовместимо немножко, да? Я понимаю, если бы у них договор был подписан с казачеством для несения службы, это патрулирование. Общественная порядка. Поддержки общества. Ну, это общественный порядок, раз. И второе, даже вот взять насаждение. Парковая зона, следить за порядком, чтобы не разжигали, ну, как обычно у нас делается. Не хулиганили. Не хулиганили. Вот это я согласен. Окурки не бросали. Да. Это за это надо платить. Как они, что вот это вопрос такой у нас. То есть получается так, что реестровые казаки и вы немножко по-разному понимаете вот эту службу, да? Да, да, да. Мы общественники, мы занимаемся чисто общественной работой. У нас каждый казак занимается своим делом. То есть мы все работаем. Мы собираемся. Основное место у вас есть. Да, у нас основное место работы есть. Вот, мы собираемся раз в месяц, у нас происходит сход на базе, на нашей, где мы ставим задачи, подводим итоги за проделанные, грубо говоря, месяц. Месяц, неделю. Если за неделю, то каждый казак, которому давали задание, он должен был отчитаться. А какие задания сразу? Раза. Чтобы понимать. Раза. Ну, пожалуйста, рассказывай. Ну, по культуре. Ну, как к примеру, да, например. По культуре, там, концерт устроить или что-нибудь еще, или беседа с детьми, с кадетами, например. Вот у нас в 40-й школе, мы тоже участвуем, там, кадеты тоже есть. Свой музей у них открыли. Также вот полностью кадетский казачий класс открыт. То есть они даже, у них своя группа оркестры, по-моему, да, казачий маленький. Вот. Маленький казачий оркестр, да? А вот, говорите, музей открыли, то есть вы как бы поучаствовали в создании этого музея? Да, да, да. Участвуем полностью. У них школя, да, у них это Александр Иванович, так. Юрий Иванович, извините, Варнин, вот, войсковой старшина, вот он имя, как куратор вот этого кадетского класса корпуса. Мы вам даже возьмем корпус, потому что я думаю, что в будущем он будет им. Организовал сам музей, мы тоже участвуем в этом, помогаем им. Также они, он организовал, ну это было, с чего началось, он просто организовал эстрадно-детский духовой оркестр. И с этого все пошло у него. Пошло, пошло, значит, ну как, сами понимаете, был маленький снежок, стал расти ком-ком-ком-ком и вырос. Ну, в хорошем смысле. В хорошем смысле этого слова. Дети уже, вот, выпускники, вот, недавно был выпуск, получали свидетельство, что они закончили кадетский класс, что у них присвоен чин, там, грубо говоря, старший вахмистр, если есть такие, то есть это старший прапорщик. Или, значит, скажем так, приказной, это ефрейтор, я уже как перевожу на армейский. Да, потому что, как бы, не все чины очень понятны, мы даже, вот, просто, извините, перебью, когда пришли, там, сказали, там, атаман, товарищ атамана, там, мы немножко так заулкались. Да, да, да. Ну, это тоже должность, да. Ну, пока там, как-то нет. Так, товарищ атаман, это как заместитель атамана, да? Так, точно. Детям приятно. Ну, да, дети же, это очень интересно, они увлекаются, живут почти. Ну, вообще, сороковая школа, она там, история-то ведь, она давно уже развивается. Все правильно. Да, 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 да. Там не только мальчишки, но и девчонки. Девчонки. Проводили стрельбы, у них свой тир, проводили стрельбы, я даже скажу, что девочки там дают очень даже... Не хуже мальчики стреляют. Большую фору, я скажу, пацанам, так что тут это вот, растут они на глазах. Ну, вот. Когда последний у вас такой сход был? Значит, последний сход был у нас. 9 мая, да. 9 мая, да. На праздник, да, вот, встречали. Как раз попали под ливень, как говорится, да. Мы ходили на Петелинское кладбище. Там вот стоит этот памятник-то, что... Как же он там? Ну, хорошо. Вспомните потом, походу. Да, конечно же. Вот. Ничто там вот так это... Ну, если бы не погода, конечно. Мы же хотели еще туда... У нас... Сразу скажу, что кадеты у нас стояли в почетном карауле. То есть они менялись, стояли шашками, стояли с автоматами. Несмотря на дождь. Несмотря на дождь. Но хотели еще поставить, как обычно, мы делаем именно этот эстрадный духовой оркестр. Но погода не позволила, сами понимаете, что и детей морозить, как говорится, тоже. Так что вот такие дела. А насчет дел наших, еще у нас был сход. Я сразу вернусь обратно, что 6 мая, 6 мая, у нас был сход, на котором был генерал Воробьев. И на этом сходе было... Выясните, пожалуйста, кто такой генерал Воробьев? Генерал Воробьев, Александр Борисович, это наш, как говорится, уральский. Это казачий генерал. Казачий генерал, который находится в нашем городе, в Кирове. И он, скажем так, является товарищем атамана Кононова, который находится в Москве. Это непосредственно наш генерал, который основной. И он непосредственно наш, как говорится, будем говорить, начальник уральского казачьего войска. Но у нас самое интересное, что все говорят, что уральского казачьего войска нет, оно есть. Оно просто ушло в подполье, мы вышли обратно. Так будем говорить. И мы числимся, правильно если сказать... Так, давайте я вспомню, я вам скажу. Давайте, у нас будет сейчас 30 секунд на то, чтобы освежить память. Небольшая пауза, скоро вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Будни, будни и планы по развитию казачества в Кировской области. Вот у нас такая сегодня тема интересная. Владислав Коротков, атаман станицы имени генерала Бакланова. И Денис Шамрай, товарищ атамана, наши гости. Станица имени генерала Бакланова. Мы забыли уточнить, что это и где-то находится. Значит, я вам скажу, что мы находимся... У нас офис находится на... Родное, 28. Да, 28. Офис у нас там находится наверху, на второй этаж. Совместно с... Как чё? Охранное агентство. Беркут. Ага, понятно. То есть у нас, я сразу скажу, что у нас направления идут... Это культурно-массовая работа. У нас есть свой ансамбль. Называется Станишники. Казачий ансамбль. При вокальной студии благозвучия. И плюс второе направление. Это охранное агентство Беркут. Понятно. Я так понял. На Дениса показали, что, видимо, Денис одним вторым направлением занимается. Практически да. И всё-таки вернусь. Что такое Станица? Я так понимаю, у казаков какое-то своё деление города? Значит, я вам скажу, что... Административно-территориальное такое. Ну да. Вот именно вот этот участок, где мы сейчас сказали адрес, да. Мы практически там и находимся. Это есть Станица? Это, да, Станица. Это Станица. Вот. И мы пытаемся, что вот эта Станица, что-то поддерживать. Там просто Беркут уже знают. И мы решили, что лучше здесь находиться. Под контролем, как говорится, у нас всё. Да, далеко. Я понимаю, но казаки, которые к нам хотят вступить, есть казаки такие. Они с удовольствием к нам приходят. То есть мы общаемся с ними. Ну да, у нас идёт срок испытательный. Это год. Испытательный кто испытывает? Кто испытывает? А, в смысле? Нет. Ну понятно. Смотрите на человека. Мы смотрим на человека. Что он, как, чем дышит. Как у него работа идёт, общественная работа. Мы же общественники. Мы... Тем более, если вы каждый месяц сходы проходите, то есть можно проводить, то есть можно понять человек, там выполняющие слова или нет. А какие основные требования к людям? Ну к мужчинам, да? Это мужчины или женщины? Ну, не только. Ну давайте разделим. Каковы основные требования к мужчинам, которые хотят стать казаками и общественниками? Ну, первое, это любовь к родине. Это православие. Это, скажем так, честность полностью, чтобы идёт. У нас такого нету, чтобы обман или ещё что-нибудь. Это именно честность. Это всё в ходе беседы, да? Это всё в ходе беседы, да. Ну и семейное положение. Даже если ты холост, мы тебе казачку всегда найдём. Без этого никак. Вот, например, взять вот нашей станицы, у нас начальник штаба девушка. Почему бы и нет? А там происхождение, место рождения? Если имеет значение. Какие-то исторические колеси. Не все. Не все. Это не так обязательно. И не ниц. Зачем? Если ты веришь в казачество, ты веришь в это возрождение. Несмотря на то, что там на вятке ты родился. Всё правильно, я согласен. А вопросы, связанные там со службой в армии, со здоровьем, то есть человек должен служить? Всё правильно, да. Служба в армии – это обязательно. Все мы служили, но не все, конечно. Ну, соответственно, если человек пришёл, и у него же идеология наша, казачья, но он не служил в армии, это всё может быть сейчас такое время, сами видите, что у кого-то волчий билет, у кого-то чего-то, там ещё что-то. Ради бога, мы посмотрим, как говорится. А где? А к девушкам? К казачкам какие? Они сами идут. Какие подходы? Я к ним отношения, как могу сказать? Армия, конечно, отпадает. Это согласно. Ну, то есть… Любовь, любовь, семья, семья – это поддержка семьи. Что такое женщина, да, у казака, жена? Она поддерживала всегда очаг. Если взять историю, казак или пахал, или воевал. Одно из двух. За семьёй, за домом всегда следила жена. Жена, всё правильно. Жена, мать, любящая детей, мужа, и, собственно, помогающая мужу во всём. Всё правильно. Даже в то время, если взять, то даже казак прислушивался к жене всегда. То есть, чей-то мудрый советчик. Всё правильно. Но последнее слово было за казаком. За мужиком. За мужиком. За мужиком. И что, вот у нас таких станиц на территории города, их несколько? Несколько. Есть, значит, я список не взял с собой, но у нас их много. Также у нас есть в области очень много. Это другие уже, да, общественные казачьи организации? Да, тоже общественные организации. Потому что у нас некоторые, вот взять, кто-то ворское войско выбрал себе, к ним подчиняются. Вот мы куральцам. Кто-то ещё прикамские есть. У нас же много вот такой разброс идёт. И вот это вот... Просто особенность нашего региона. Интересно. Мы очень располагаемся там, граничим с массой субъектов. Вот. И раньше было такое, конечно, что пытались мы объединить все наши полностью казачьи общины, как говорится. Но это было бы, по идее, разумно. Я поддерживаю эту точку. Но общественники сразу говорят как. Потому что регистровых, честно говоря, никто не видит. Я знаю, что они меня слышат. Вот. Они практически никакой работы не ведут. То есть регистровые, официальные, скажем так, казаки. Пускай сейчас деньги получают, но... Александр Иванович на меня обижается, как говорится. Но я скажу, что работы не видно. То, что они занимаются с кадетами, дай бог, дай бог. Ну, а на основе какого-то другого объединения, нереистрового, сделать объединение остальных казачьих общин, почему не получается? В чем противоречие этого? Вроде бы все одно дело делаете. Все делаем одно дело, но... Я могу сказать так, что... Не хотим мы брать на бузу такую, что кто-то будет заниматься, кто-то будет собирать плоды. Если мы решили заниматься одним делом, давайте заниматься одним делом. Если нет, ну тогда извините. Мы лучше будем своей станицей заниматься. Но мы знаем, что мы сделаем вот это, вот это, вот это. Ну, а чтобы кто-то был, тут сидел, на шее, как говорится, этого не надо. Владислав, Денис, вот наш разговор, собственно, вызывает интерес у наших слушателей. Кстати, 211-101, наверное, нашего телефона. Да, телефон-то номер мы как-то и не сказали. Да, и вот сейчас спасибо Ольге Болезиной, нашей коллеге. Она записала вопрос от слушателей. Его зовут Сергей. Два вопроса у Сергея к вам. Во-первых, реестровые казаки охраняют правопорядок. Правопорядок, должны ли им граждане подчиняться как сотрудникам полиции? Есть ли у них полномочия? Нет, нет, нет. Они ходят только как ДНД, чисто как свидетели. То есть могут сделать замечание, что-то сказать, ну а там оформлением задержания все-таки не могут. Они все равно должны обратиться к полицейским. Они всегда должны ходить с сотрудником полиции. Поэтому патруль ходит всегда один на казак, патруль полицейский, и там может еще гражданский БДНД. Они как ведут себя на право. Очевидцы, свидетели. Как свидетели. Да, да, да. То есть когда протокол составляешь, они как свидетели. Да, потому что у нас пока нет такого здесь закона в Кировской области, что действительно казаки имеют полное право задерживать. Ну-ка полностью полномочия полиции. Это не Краснодар, не Москва. Там другие совсем. Там другие законы. Все-таки это родина, вотчина, да, собственно, Краснодарский край. Да. И второй вопрос у Сергея. Где сейчас генерал Скачков? Чем занимается? Вот сами бы хотели знать. Признаться, а кто такой генерал Скачков? Ты уже не помнишь, что такое генерал Скачков? Нет, с к сожалению, нет. Так это уже история о такой десятилетней давности, сих пор как-то очень тихо стало. Был такой... В свое время было много таких казачьих генералов, которые, по-моему, просто вот для своих целей это звание использовали, а потом куда-то пропадали. Они, да. У нас, я могу даже сказать, что был такой сайт, не знаю, сейчас есть, нет, что уже генералы, которые просто одевают форму и ходят. Но они вне системы как-то, да? Я вот, честно говоря... Видишь, получается, как организации много общественных. Ты вот пошел, зарегистрировал общественную организацию, там, казаки Уржума, например, да, ты человек уржумский. Присвоил себе звание генерала и ходи. Вы понимаете, в чем дело, что все чины, так будем называть, да, нашим языком, присваиваются вышестоящими органами. Вот, недавно, 12 мая, нам присвоено, вот, что Денису, что мне были присвоены чины. Это все официально, у нас висит патент. Это вот атаман как раз, да, и товарищ атаман. Да, да, вот. Это должности. Это должности. А чины какие у вас? Вот у меня идет под САУ, это капитан. Под САУ. Под САУ. Это аналог армейского капитана. Да, капитан. А Денис? Харуджи, лейтенант. Лейтенант. Просто лейтенант. Просто. Младший, старший, нет? Нет, лейтенант. Нет, Харуджи. Слово Харуджи красивое. Если старший лейтенант, это уже сотник. Сотник. Да, вот. А как это обозначается вот на вашей форме? А также звезды, звезды. Такие же, да? Звезды у нас белого образца. То есть у вас 4 звезды получается, да, как капитана, а у вас 2 звезды? Да, да. Будете сотником, будет 3. Так точно. Понятно. И этот патент был подписан, значит, вот я начал вернуть, к чему у нас объединение казаков мест нетрадиционного проживания, город Москва. Вот там вот и был подписан атаманом, казачьим генералом Кононовым и начальником штаба генерал-майором Вернер. То есть это все официально, у нас висят патенты. То есть также они вписываются в книжку казака, есть специальное удостоверение. Там же вписывается все полностью армейская служба, ну и чины, и должность, которые присвоены. Вот вы говорили, что когда вот ребята заканчивают кадетский класс, да, вот им тоже присваиваются звания, да, видимо, такие чины, да, не очень высокие, скажем так, но определенные. Это им как-то в жизни, в дальнейшем может пригодиться? Например, если они поступают в военное училище. Да, вот насколько я знаю, в этом уже сороковой школе вот уже, по-моему, один кадет уже едет учиться в кадетское училище полностью. Только не могу сказать именно какой там, Суворовская, Суворовская, точно не помню. Конечно, жалко сороковая школа такого человека, пацанинка терять, но что делать? Ну, опять же, ему-то хорошо. И потом же, все это, как говорится, дальше вот после всего этого дела, кто желает дальше служить, то служит. Если нет, то в армии это все тоже все равно помогает. Помогает все равно, по крайней мере, это учитывается каким-то образом, да, то есть есть смысл для молодых людей. Все так же, аттестаты выдаются казачьи, где там что не окончили, что сколько чего, это все, как говорится, все официально делается. Я напомню, что мы беседуем с Владиславом Коротковым и Денисом Шамраем, говорим о казаках, которые живут у нас в Кировской области. Сейчас у нас будет небольшая реклама и затем продолжение разговора. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. 211-101, предлагаю сразу же принять звонок, он имеется у нас. Алло, вы в эфире, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Максим. Максим, у вас вопрос? Да, да, да. Скажите, пожалуйста, где-то в 2002-2003 вот ДНТ проходило собрание под руководством Рожкова, это атаман 9-го отдела. Какова его судьба и где он сейчас? Ну, насколько я знаю... Максим, спасибо, сейчас ответят наши гости. Ну, вот насколько я знаю, что Николай Рожков сейчас на данный момент находится в Кирове, вот. Ну, дальнейшей судьбы мы точно, как говорится, не интересовались. Связан он с казачеством, не связан. Ну, вот насколько я наслышан, пока нет. То есть, какую-то активную работу он не ведет, да? Да, пока нет. Ну, по крайней мере, такое, которое вы могли слышать. Ну, слышал, что собирается, но когда чего, это, как говорится, непонятно. Ну, вот такой ответ. Мало информации, да. Мало информации. Да, Владислав, вот вы сказали, что приходят люди, вы общаетесь насчет казачьей идеологии. А что вообще такое казачья идеология? И где, собственно, ее можно почерпнуть? Каковы источники? Может быть, есть какая-то псевдо-казачья идеология? И вы это выясняете в ходе встречи, что считает себя казаком, а на самом деле, ну... Ну, вот я сразу скажу, что, еще повторюсь, что главное, чтобы это было внутри себя. Чтобы это переборол, если... Так это ведь не просто так, опять, внутри-то ведь... Я согласен. А мы же никого не заставляем. Кто туда закладывает эти моменты? К нам люди просто идут и говорят. Мы, когда беседуем, мы уже выясняем. Мы же беседуем не один на один, у нас же собирается, как говорится, штаб. Сдаются вопросы. Разговариваем. Чем человек дышит? Кто его привел? Сам пришел? Или, может, кто-то его привел? Есть такие люди, что приходят и говорят, оплатить нам будут? Ну, это, видимо, последний вопрос, да, который вы слышите от них. Ну, иногда бывает, иди-то сразу задают. Ну, да. Мы сразу объясняем, что... Извините. Мы общественная организация, да. Мы же занимаемся, еще раз говорю, что общественная работа, это очень тяжело. Ну, не скажу, что не тяжело. Да, это тяжело, но это интересно. Это интересно заниматься, например, с этими же детьми. Они уже смотрят на тебя, как на старшего товарища и уже впитывают. А дети, они же впитывают, как губки. Все это полностью. Также и здесь человек, когда мы разговариваем, мы сразу вопрос задаем. Вот даже элементарный, простой. Как ты относишься к детям? Как ты относишься к семье? Как, что, что, ну, веришь ли ты в Бога? Все говорят, ну, вот, вроде, некоторые, да, вот. Я понимаю, что кто-то говорит, что Бога нет, кто-то говорит, что Он есть. Но если верить, значит, ты веришь в себе, Бог всегда в тебе внутри сидит у каждого человека. Ты можешь не ходить в церковь. То есть не обязательно быть воцерковленным человеком, то есть ходить на все службы и так далее. Все правильно, да. Просто верить, да? Да, это не обязательно. Ты также можешь в любой праздник помолиться, если икона есть, помолился дома, помолился внутри себя, про себя. Все. Он тебя всегда услышит и всегда поможет. Как складывается ваше взаимоотношение с представителями других общественных объединений казаков? Встречаемся. Сотрудничаете? Да, встречаемся, разговариваем. У нас друзей очень много. Так что мы тут, нам делить-то нечего, в принципе. Что тут делить? Большой кусок пирога, зачем он нужен? Но при этом я все-таки понимаю, что это как-то вот, может быть, к единению ближе? Хотелось бы это сделать, хотелось бы, хотелось бы сделать, чтобы пытались это сделать, пытались это сделать. Но я сразу говорю про свою станицу, что если кто-то к нам придет с каким-то вопросом, предложением, с другой станицы, с другого хутора, мы всегда, как говорится, найдем соглашение. Да, соглашение. И даже если где-то совместно поработать, мы всегда поработаем. Живой интерес наши слушатели проявляют. Такие вопросы задают очень хорошие. Про шашки вам вопрос. Это же холодное оружие, нужно ли разрешение на него получать? На шашку. На боевую, да. На боевую. А чем отличается? Ну, боевая сталью. Сталь, и она всегда идет под номером. И она регистрируется в Министерстве внутренних дел. Это считается холодное оружие. У нас есть шашки, есть, я сразу скажу. Но они у нас, скажем так, подарочные. Подарочные. Бутофория. Бутофория. Да, они у нас для парадов, то есть они никакой ценности даже не имеют. Просто как элемент внешней одежды. Но так или иначе, она выглядит презентабельно, собственно. Но в патенте сказано, что с разрешением ношения личного оружия. Вот то, что нам подписали генералы, у каждого эти патент нет с тобой? Нет. К сожалению. Чтобы показать, чтобы сразу было. Она прямо вписана. То есть шашка может быть вот такой. То есть вы можете зарегистрировать боевую шашку и имейте право носить. Да, да, да. Так вот, а так мы чисто элементы у нас есть. Ну, в общем, наверное, я думаю, боевые это вам не нужны в такой ситуации. Дай бог, не надо. Да, чтобы не принудились. Не надо, не надо, не надо. Ну, там уже жизнь покажет, как говорится. Ну, не хотелось бы, конечно, этого. Что собой представляет процедура, не знаю, посвящения в казакии, как это называется? Значит, это проходит. Когда вот пришел человек, вы поняли, что, ну, нормально. Ну, свой парень, да. Да, свой парень. Прошел срок. Год испытательный срок, да. То есть собирается круг. Приглашается, ну, соответственно, до этого собирается сход. Решение схода. Так, погодите, вот давайте еще. Сход это и круг. Это две большие разницы. Вот-вот-вот-вот. Сход это сход станицы. А на круг мы можем приглашать уже более обширный. То есть из других станиц, из других хуторов. Да, правильно. Вот, какие-то вопросы решаются. Если даже общий круг мы делаем, мы имеем полное право пригласить с других станиц, других хуторов представителей. То есть круг это гораздо более широкое такое собрание. Совершенно верно. Собрание, да. И на сходе решается, что вот такой-то был кандидат. У него такое-такое-такое-то. Он сделает это-это. Кто за? Принять его. Все говорят за. Люба, как у нас говорят. Люба. Да. Все. Определяется круг. На круг приглашаются, соответственно, другие казаки, чтобы они это все видели. С других станиц, атаманы, там, я не знаю, представители. Также приглашается батюшка, священник. Батюшка у вас такой свой, уже как принято говорить. Да. Ну ладно. То есть как бы в постоянном таком общении. Да, духовник у нас есть. Ну и, соответственно, процедура принятия присяги. Все как положено. Красивая процедура. Очень красивая. Надо как-то сходить, посмотреть хотя бы. У нас тут намечается. Если что, я вас сообщаю. Сообщите, просто посмотрите. Да. Ритуал-то, наверное, очень интересный. Человеку что-то выдается. Тут же ему выдается уже удостоверение, что он принят, что он уже не кандидат, удостоверение казак. Там уже вписано. Соответственно, выдается присяга с подписью. И во что он принял присягу. Ну и, соответственно, раньше давали иконки, но сейчас с ними очень тяжело, как говорится, закупать их. Ну и небольшая иконка, что вот он уже наш человек. А вот вы насчет батюшки еще хотел спросить. У вас вообще с православной церковью хорошие отношения складываются, добрые? Ну да. То есть у вас какие-то контакты, помимо того, что батюшка присутствует, какие-то общие дела делаете или что-то еще? Благословение, например, получаете там на что-то. Нет? Нужно это делать? Ну, в данный момент сейчас мы надеем не занимаемся. Просто сейчас мы только открылись. Наша станица только еще молодая, как говорится. А по другим станицам я скажу, что я в казачестве 2006 года. Соответственно, у нас была прямая связь. Точно так же пришли в свое время куда-то? И с вами беседовали тоже? Да, да. Меня так же пригласили, друзья, ну, так же, что вот, давай, давай, ну, давайте попробуем. И, то есть, до сих пор я здесь, как говорится. Немножко прервемся, у нас снова телефонный звонок, слушай, горячая тема. Да. Здравствуйте. Здрасте, Максим, да, это снова. Владимир Петрович. А, Владимир Петрович, простите. Как казаки относятся к Сталину и к Дзержинскому? Спасибо, Владимир Петрович. Вот мы как чувствовали все справедливо. Спасибо, да. Мы, на самом деле, про памятник Дзержинскому перед началом передачи говорили. Я скажу сразу, что мы к ним никак не относимся. То есть, вы вот как-то предпочитаете это вообще? Мы не трогать. Мы просто помним историю, когда были репрессии казачества. И было разделение. Шел брат на брата. Так что шел хутор на станицу, станица на хутор. Так что мы лучше возьмем нейтралитет, я про себя говорю. То есть, лучше не поднимать, да? Не надо поднимать, пока оно тихо. Давайте не будем шевелить. Внутренне там держите в себе. Были они хорошо, что выиграли войну. Ну, был Дзержинский, что да, он там держал власть. Ну, как говорится, что давайте не будем это ворошить. Как говорится, не будем это затрагивать. Так, хочется дальше знать. Вот приняли человека в казаки. Как дальше по иерархии он может продвигаться? Он должен проявлять активность? Совершенно верно. Делами доказывать? Мы уже смотрим, как человек работает. То есть, по станице, как атаман, я имею полное право присвоить чин. До старшего вахмистра, я уже говорил, это старший прапорщик. Офицерские чины присылаются уже через генералов, через Москву. Потому что там идет патрон. А вот, опять же, мне все интересно, вот, насчет чинов. Интересно всем нам, да. Потому что, ну, до вахмистра это у нас какие там будут? Вот, скажем, у меня в армейское звание старшина, да? Закончила службу в армии. Это кто будет по казачьему? Вахмистр. Вахмистр, да? Да. Вот, прапорщик. Вахмистр, Николай Голиков. Старшина. Старшина, это младший вахмистр. Младший вахмистр. Младший вахмистр. Буду знать, лучше старшина, лучше и младший. Это прапорщик вахмистр, и старший вахмистр, это старший прапорщик. А, да, вот это вот сержанты армейские? Это все там идет, как положено. Там у нас идет, значит, урядник. Да. Да, приказной, младший урядник, урядник, старший урядник. Это вот сержантские звания вот эти, да? Да. Интересно вообще, конечно. А офицерские звания? А офицерские, я уже говорил, что идет, значит, под Харунжей. Это младший лейтенант Харунжей. Под Харунжей у нас присутствует, да. Потом идет сотник под ИСАУЛ. Под ИСАУЛ тоже присутствует. ИСАУЛ, это майор. Потом идет войсковой старшина, подполковник, полковник. Ну и дальше там уже генерал. А исключение из рядов казаков, вот эту уж тему хочется тоже затронуть. За какие такие проступки могут человека лишить? Или невозможно его лишить? Почему невозможно? Возможно. Это все, как говорится... А решает это что, сход? Сход решает. Сход решает. Если человек повел себя недостойно, сход может его исключить, да? Да, даже на гайке. Что? На гайке. Телесное наказание на гайке? Совершенно верно. А человек, вступая в казаки, дает согласие на то, что он может быть бит на гайке? А вот его предупреждают. Предупреждают. Конечно. Конечно. Даже по стрелке раньше было, когда казачьи соступали. Традиции же никто не нарушил. Традиции были, что даже атамана на гайке били, кажется, по пятой точке. В вашей практике уже такое встречалось? Нет, когда он уже вступался. На гайке? Не пользовались на гайке? А что должен такие проступки совершить? Ну, как-то... Ну, мы на гайке обычно делаем. Ребенка обидеть, например, или что-то там... В семье как-то нехорошо себя повести? Такие вещи? Все может быть. Обидел друга, брата и так далее? Да. Слушай, сурово. Ну, а что делать-то? Согласился и взял на себя. Раз такие традиции, с другой стороны. Традиции мы же не нарушаем. Они всегда есть. И, как говорится, они же идут. Испокон веков. А в школе, когда в кадетских классах там не применяются? Нет. Мы тоже законы чтим, которые у нас принимаются. В государстве. Да. Так что мы, как говорится... Пару минут у нас остается. Все-таки планы. Вот вы молодая еще организация. Какие планы перед собой ставите? Задачи? Ну, планы-то у нас пока есть. Такие небольшие планы. Вот у нас еще мечта, да? Да. Сделать кадетский корпус. На базе класса вот этого? Да, может быть даже на этом. Но мы хотим что-то взять такое, что поболее масштабно. Вот интернат какой-то взять. Интернат? Да. Под свое шефство? Потому что там... Ну, дети есть дети. Это даже... Ну, жалко на некоторых смотреть, которые даже по улице идешь, бегать, она... Жалко. То есть работа с детьми у вас такой основной все-таки, да? Ну, у нас это в основном... Я уже повторюсь. Да, вот у нас еще два направления. Это охрана и культура, да. А ансамбль часто выступает? Ну, выезжаем. А где выступаете? Ну, мы в основном выезжаем по санаториям. Выступаем там, нас приглашают, мы работаем. Также участвуем в конкурсах. Вот у нас на базе вокальной студии «Благозвучие» сделан ансамбль казачьей песни «Станишники». То есть мы не подразделяем, то есть мы не разделяем это, это. Мы полностью скопом все это делаем. То есть мы делаем солянку. В концерте мы поем все песни. Песни есть тематические, есть эстрадные, есть... Ну, то есть... Ну, то есть вы можете целую концертовую программу... Совершенно верно. Два отделения можем сделать, можем на 40 минут. Ну, то есть... Понятно. Даже под заказ. Уже рекламу себе сделал. Разве плохая реклама? Кстати, День города, День России грядется. Вы тоже приурочите выступление к этому? Мы едем 11 июня как раз коллективом «Вятские Увалы». Там даем концерт. Как раз к этому празднику. Тематика «Именно Россия». Вот именно наша тематика. Патриотизм. И там, соответственно, будут также ансамбль участвовать «Станишники». Ансамбль «Русские матрешечки» и «Мария». Это наш детский ансамбль, который вот именно костяком мы будем. Дети, которые хотят петь и поют. И я думаю, что дай бог будут петь. Спасибо большое. Удачи вам. Очень интересная сегодня беседа у нас состоялась. Да, познавательная. Не только для нас, а и для слушателей. Вот слушатели. Надеемся, что вы какой-то новый взгляд получили на казаков, на их занятия. Спасибо. Владислав Коротков, атаман «Станица» имени генерала Бакланова. И Денис Шамрай. Товарищ атаман, и наши гости. Всего доброго. Удачи вам. Спасибо. Да хранит вас Бог.